Всем большой привет! В этом видео посреди лета мы будем с вами вязать шапку на вязальной машине Прум Макси. Прекрасно понимаю, что за окном лето и я сама сижу в легком топе, но у меня только сейчас, к сожалению, или к счастью, есть время заняться записью этого видео. И для того, чтобы вязать шапочку, нам понадобится машина вязальная, любая, можно не обязательно, чтобы она была такая. И моток пряжи. Опять же, я не знаю, что это за пряжа. Я покупала ее в Грузии больше года назад. Судя по состоянию, я вижу, что это стопроцентный акрил. Буквально это все, что я о ней знаю, поэтому вот такой у нас сегодня мастер-класс. Да, будем вязать шапку плюс 30 градусов на вязальной машине с непонятной пряжей, так что присоединяйтесь к нам, если у вас тоже есть вязальная машина. Итак, немного расскажу про эту шайтан-машину. Вот эта часть, круглая именно, сама вязальная машина, она будет уже собрана, вам тут ничего собирать не нужно. Отдельно будет только прикреплен нитевыводитель, ножки и вот эта ручка. Еще будет в комплекте иволка, я уже успела за переезд ее потерять. Нам сейчас нужно отмотать на первый крючок, он всегда будет другого цвета. То есть, вот у меня первый крючок, он всегда будет выделяться, неважно, машина у вас фиолетовая, зеленая, красная, любая другая, потому что с него мы начинаем любое наше вязание. Неважно, это будет круговое, либо плоское. Кстати говоря, раз мы здесь, вот, кружочек маленький означает о том, что мы будем сейчас вязать по кругу, то есть, мы будем просто крутить ручку, и изделие у нас будет вязаться по кругу. А если мы переключим вот этот режим, положение в верхнем режиме означает то, что, здесь как раз таки палочка, то, что мы будем вязать плоское изделие, то есть, оно будет идти до какого-то момента, потом разворачиваться и вязать в обратную сторону. Но сегодня мы начнем с круговой вязки. Компактный ее назвать нельзя, но она в то же время легкая, думаю, до полутора килограмм точно весит. Мне кажется, очевидный минус этой машины, точнее два минуса, это то, что здесь, во-первых, нет никакого счетчика петель. На других машинах, типа там Центра или Ади, такие механизмы есть. Здесь, к сожалению, только вот то, что есть, это именно переключатель режимов и вязание по кругу, либо плоское полотно. И второй минус, это то, что машина полностью пластмассовая, то есть, относитесь к ней аккуратно, не вяжите, если там вдруг почему-то перестало вязаться. Если вы чувствуете хоть сопротивление, не торопитесь, не вяжите, лучше остановиться и распутать этот комок, потому что любое, мне кажется, механическое сильное воздействие может просто сломать крючок, и второй такой крючок вы не сможете заменить. Тем самым вам придется покупать новую вязальную машину. Наше вязание начинается с того, что, во-первых, мы проверяем режим, нам нужен именно кругленький. Мы проверяем, что он надежно стоит на всех трех ногах. И сейчас мне нужно обмотать обратно на первую петельку. Кстати, забыла упомянуть, что здесь 44 петли, то есть, мы сможем связать изделие шириной 44 петли. На других машинах я видела и 46, и 48. Этого мотка должны точно хватить на шапку, потому что я только что распустила шапку, чтобы показать вам, как связать шапку. Да, вот такой у нас сегодня мастер-класс. Закрепление первой нити это отдельный процесс. На все остальное вязание он не похож, поэтому его обязательно прям проговорить. Под первый крючок я вот так просовываю нить. И продерживаю ее, потому что первый крючок обязательно должен захватить первую нить. Начинаю, то есть, я вот так его даже захватываю. Начинаю покручивать по часовой стрелке. Вот, видите, крючок захватил нить. Далее, за второй крючок я нить уже не просовываю как-то первый, я провожу сзади. И увожу вот так третий. Под третий обязательно должна не захватиться. Опять начинаю по кругу прокручивать ручку по часовой стрелке. Четвертую я обхожу, под пятую обязательно должна нить попасть. Шестое пропускаем, под седьмое нить попало. Восьмое пропускаем, под девятую надо обязательно подцепить. И так по кругу. Через один крючок мы просовываем нить либо под крючок, либо сзади него. Так, до конца. Так, и если вы все правильно сделали, у вас должно получиться так, что под первый крючок мы снова просовываем нить. Значит, все, мы все сделали правильно, отлично. Сейчас мы будем нить заряжать именно в сам нитевыводитель. Первым крючком нить остается. Я вот таким образом просовываю нить. И нужно закрепить ее вот здесь. Но как закреплять какой-то супер правильной и точной инструкции на этот счет нет. Вам нужно каким-либо образом, вот можно вот так, например, вот так. И вот так, допустим. Закрепить нить, чтобы она проходила доступно до вот этого нитевыводителя. Вы можете не через все вот эти дужки просовывать нить. Вы можете просунуть их хоть через две, хоть через одну. Главное, чтобы у вас нить не натягивалась, но и в то же время не болталась. Потому что у вас тут должно быть натяжение. Если у вас тут будет очень расхлебано или очень сильно натянута, как, например, вот так, это является ошибкой. Я запутывалась именно вот на этом моменте, потому что может быть так, что у вас как-то тут нить, ну, короче, всякое разное запуталось. Это тоже будет препятствовать вязанию. Дайте внимание именно на то, как крючки будут захватывать нить. Обязательно первые несколько рядов лучше вязать медленно, но пристально наблюдать за тем, чтобы у вас каждый крючок корректно захватывал нить. Потому что если где-то сейчас, допустим, не захватится нить, у вас на этом месте будет дырка. И полотно уже будет не ровное, а просто с дыркой в одном ряду. Где мои руки в это время? Одна рука придерживает вот за эту ручку саму вязальную машину, вторая рука крутит по кругу. Вот таким образом я двигаю по часовой стрелке, держу машину, в целом можно не держать, но у вас во время вязания все равно вторую руку нужно будет куда-то деть. Медленно прокручиваю ручку под себя и смотрю, чтобы все-все-все крючочки захватывали нить корректно. Кстати говоря, что будет сейчас, если мы, допустим, захотим, давайте я вам покажу, снять эту нить. Допустим, вы поняли, что у вас там где-то косяк и нужно переделывать. Мы просто выводим нить из нити выводителя и провязываем круг, можно даже быстро. Здесь уже точность не нужна. Вот, пожалуйста, таким образом. У нас все, у нас вот буквально все ниточки, что мы успели связать, все, точнее, петельки, они успели как бы сняться. Если бы у меня сейчас был счетчик рядов, я бы вам сказала, сколько рядов вязать, я посмотрю в других мастер-классах. Ну, поскольку у меня нет счетчик рядов, я буду просто вывязывать полностью этот клубочек до конца примерно, пока буду просто снимать процесс вязания, мне кажется, это очень залипательный. Все было бы хорошо, если бы у нас вдруг резко не закончилась нить. Что мы сейчас делаем? Я провязываю, точнее, вот так вот я ее снимаю и прокручиваю дальше. Под этот же крючок успеть вставить новую нить. Вот таким образом. То есть вот у меня конец старой нити, вот у меня начало новой. И все, дальше то же самое. Опять нитевыводитель, также закрепляем нить, уже просто вяжем с новой нитью, но обязательно она должна быть вот здесь под одним крючком. Эти нитки просто свяжем между собой и спрячем. А сейчас можно именно вот таким способом дальше просунуть новую нить. Обязательно медленно вяжите на этом моменте, чтобы второй ряд провязался корректно вот именно вместе, где мы с вами соединяли ниточку. Вот я закончила вязать, потому что у меня кончилась пряжа. Примерно на эту шапку уйдет один моток, не более одного мотка. Можете закладывать себе. Опять же, повторюсь, из-за того, что я не знаю, сколько тут рядов. Такое, короче, у меня количество рядов. И обратите, пожалуйста, внимание, что все это еще вытянется. То есть если я сейчас начну тянуть вниз, изделие начнет вытягиваться. В первоначальности оно может казаться вам каким-то коротким, но поверьте, все нормально. То есть вот этого количества рядов, я уж не знаю, сколько здесь, но примерно хватит. Если совсем прям вы хотите упороться и вам точно нужно обязательно связать что один ряд, то, конечно, вы можете вот по вот этим галочкам, галочкам дизайна посчитать, посчитать все, что тут есть. Я, конечно же, этого делать не буду. Вот, оставила нитку примерно вот такую по длине. Этого хватит меньше, не оставляйте, потому что сейчас нам нужно по кругу будет как бы пройти уже с помощью иголочки. Вначале в комплекте с этой машиной была иголочка. Она была вот такого темно-фиолетового цвета, как вот здесь, например. Но из-за того, что я часто куда-то с ней переезжала, она у меня просто растерялась. И вот этот конечник нитки мы вот так продеваем иголочку. Что происходит дальше? Нам сейчас нужно будет каждую петельку собрать на иголочку. То есть я аккуратно пододвигаю. Тут уже намечается слететь петелька с крючка. Я продеваю таким образом. Можно сейчас не вытягивать, я просто показала, как это может быть. Здесь потом опять петелька слетает. Я ее сразу иголочкой поддеваю. Не торопитесь, здесь очень нужно медленно проворачивать и очень нужно внимательно следить, чтобы у вас ничего не слетело. Вот таким образом мне сейчас нужно все петелечки снять. И заметьте, те, которые мы уже сняли, они вот, они уже отошли от машины. То есть мы их можем вот так посмотреть. Всему кругу проходимся, снимаем каждую петелечку. Осталось 3 крючка. Делаю все то же самое. Аккуратно пододвигаю. Подхватываю эту петлю. Проложу нить. Пододвигаю. Подхватываю петлю. Проложу нить. Так, все. Последняя петелька. Как видите, все остальное изделие уже у меня. Опа! Ура! Вот. И сейчас можем машину уже убрать. Когда мы с вами сняли вязаное изделие с машинки, у нас должна получиться вот такая труба. Это буквально труба без преуменьшений. Вот, пожалуйста. Ее можно носить как снуд, если вдруг хотелось связать снуд. Ну, пожалуйста, он уже готов. Если вам нужна все-таки шапка, то смотрите. Мы с одной стороны с вами так вот собрали нитку на иголку, да? И мы затягиваем. Вот таким образом. Со второй стороны. Помните, мы с вами первый ряд набирали очень необычный способ. Кстати, нам нужно пока до того, как мы затянули, вот эту штуку тоже убрать внутрь. Так вот, мы находим ниточку, вот эту. И за нее тоже вот таким образом затягиваем. Мы затянули с одной стороны, затянули с другой стороны. И все, что нам сейчас остается делать, я пока что не буду прятать нитки, это один конец вот так вот вывернуть в другой. Вот таким образом. И тадам! Все, шапка готова. Я вас поздравляю. Все, что нам сейчас остается сделать, это как раз-таки убрать вот эту внешнюю нитку и одну внутрь. Я вам с одной стороны покажу, как нитки прятать. Смотрите, вот мы затянули, и можно прямо вот по... По ходу действия вот так вот сделают, например. Вот так один раз. Вот так еще один раз. Ну, только поаккуратнее я сейчас фигурно делаю, потому что у меня нет такой цели. И, допустим, вот так вот. Короче, нитки прячутся вот так с помощью иголки. Если у вас пластмассовая иголка, вы тоже с легкостью сможете это действие повторить. Ну, в общем-то, на этой прекрасной ноте мастер-класс подходит к своему логическому завершению. Благодаря вот этой шайтан-машине мы с вами связали вот такую шапулечку. Заняло это в целом, мне кажется, минут 30. Просто, очень быстро. Если бы я не снимала, мне кажется, я бы ровно столько и потратила. Но из-за того, что я еще и чай перевернула, так у меня там вообще весь час ушел точно. Давайте я еще все примерю. Вот такая у нас получилась миленькая шапочка. Вот такая у нас получилась с вами миленькая шапочка. Я не знаю, стоит ли ради этого покупать целую вязальную машину. Что еще можно вязать на этой машине и нужно ли вообще ее покупать, если вы вяжете, неважно, спичками или крючком. Я обязательно еще выпущу на эту тему видео. В следующем мастер-классе мы будем с вами вязать топ, такой типа а-ля паутинка. И, наверное, я еще сниму видео, почему я все-таки продаю эту вязальную машину. В общем, на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это до конца. Не знаю, куда я сейчас с плюс 30 пойду в этой шапке, но теперь шапка у меня есть. Всем спасибо большое за просмотр и пока-пока.